Жильцы дома номер 35, корпус 4 по улице Паши Савельевой в областном центре на протяжении нескольких лет ведут борьбу за благоустройство своего двора, который со временем превратился в полосу препятствий. Нормально ходить и ездить здесь мешают глубокие ямы, которые после очередного дождя наполняются водой. Наш телеканал рассказывал эту историю в конце сентября. Тогда чиновники порекомендовали жителям поучаствовать в муниципальных программах. О том, как работают такие проекты и почему дом не может претендовать на участие в них, в нашем следующем сюжете. Во дворе этого дома можно смело организовывать квест под названием «Преодолей полосу препятствий и доберись до своего подъезда». Чтобы усложнить и без того непростое задание, можно взять детскую коляску. Как ходить с колясками на самом деле? Проехать на тротуар? Это невозможно. А когда здесь все заливает, посмотрите, что происходит. Ну, на лодках можно плавать. Если лодка здесь после проливного осеннего дождя проплывет, то автомобиль даже по суше проедет с большим трудом. Такая обстановка в этом дворе уже на протяжении десятилетий. Впрочем, как говорят жильцы, удивляться нечему. Ремонта здесь не было более 40 лет с момента сдачи в эксплуатацию многоэтажки. Вот такая вот фотография есть. Конечно же, жильцы с их слов на протяжении нескольких лет заваливали обращениями всевозможные инстанции. Ответ приходил как по шаблону. Принимайте участие в муниципальных проектах. Когда наш телеканал отправлял запрос в городскую администрацию перед выходом первого сюжета, там порекомендовали то же самое – подавать заявку на участие в программе поддержки местных инициатив. Жителям же, как пояснили сами граждане, чиновники предложили выбрать один из трех путей. Своими силами могут собственники выполнить эти ремонтные работы. Второй путь – это вступление в программу местных инициатив. И третий путь – это ждать своей очереди. Уже почти три года, как на руках жителей дома, имеется проект благоустройства прилегающей территории, из-за которой были заплачены 50 тысяч рублей. Сюда входит целый комплекс работ, начиная от вырубки аварийных деревьев, которых здесь сразу несколько, до организации парковочных мест. Тротуары предусмотрены, конечно, проезжая часть, за домом у нас стоянка. У нас все в плане детской площадки. Обустройство придомовой территории у нас предусмотрено в плане домов. Еще одна главная боль собственников квартир – это контейнерная площадка. Подойти к ней и так-то непросто. А после дождя – глубокие лужи, а зимой – гололед. Когда делали проект, мы просили включить все-таки вот эту яму и отремонтировать. Хоть она и не входит в нашу придомовую территорию. Граждане рады бы следовать рекомендациям чиновников и пойти любым из предложенных путей. Однако и здесь мешают подводные камни. Пойти своими силами не получится. 5 миллионов рублей – сумма неподъемная. Программа поддержки местных инициатив предполагает миллион рублей. Мы бы не против, но миллион нам – это очень мало. То есть наш проект – 5 миллионов. То есть, чтобы участвовать в этой программе, надо заново делать проект. По программе поддержки местных инициатив они могут рассчитывать максимум на ямочный ремонт. Один миллион не спасет от проблем территорию, которая не ремонтировалась более 40 лет. Жильцы готовы затаиться в тягостном ожидании, чтобы в рамках программы формирования современной городской среды сделать современный и комфортный двор. Да только очередь сядут граждане, будто бесконечная. Мы отправили повторные запросы в администрацию города. Что на этот раз ответят чиновники, расскажем в следующих сюжетах.